Ну вот, ребята, на, снял эту крючку с редуктора, наружную, смотрите сколько дерьма, эту, фу, замучился, одну сорвал, Пожалуйста, на болотах поработал, здесь говна, куча, лом оттуда достал, и кусок подножки, и еще там пол ведра болтов всяких, все это почистил, вчера чистил с трех, ну сколько мог достать, Потом соскребу крупняк, здесь вообще ужас, что творится, соскребу крупняк, возьму литра три солярки, промою, и потом уже керчером или чем-то, отсюда зараза как капала, так и капает, и главное, когда стоит, вчера тоже капала, завели, перестало капать, ладно. На том редукторе масло все в норме, этот выкрутил, и нижний, и средний, ну неправильно поставил, но все равно, можно и так, ничего страшного, приблизительно. Короче, редуктор сухой был, и когда, когда окончилось масло, неизвестно, но говорит, что по какой-то из гаек, видимо, на каком-то сломе арматуры или кирпичами задело, и слегонца она подраскрутилась, наверное, вышло масло, они и не залили его, сейчас уже залил, ну литр где-то я залил, думаю, еще пару стаканчиков таких вот залью, и хватит, потом будем смотреть, может где-то вытекает. Если нигде не появится, долью полностью уровень, а на том тогда заменю. Ну вот, пока все, что еще, что еще, грязный, грязный, ну помою, почищу, отскребу, здесь все это, ну потом уже, когда отгоним на какую-нибудь территорию, где потише, типа база есть, что-то в этом роде, подремонтируемся, вон выгреб, сколько мусора, еще все равно дофига. Камни оттуда падают. Все это будет вымыто, вычищено, потом найдены, будут найдены места утечки масла, солярка, по-моему, сочится, весь топливный насос в масле. Ну вот так, шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом. Все, всем спасибо, кто помогает, большое спасибо за все советы. Ну вот, ребята, вышкреб, вычистил. Ой, солнышко, блин, и тень. Ну ладно, как-нибудь, видите? Все должно быть чистенько. Сейчас еще, наверное, туда заберусь, если в этом есть смысл. Все чистенько, вон сколько выгреб, целую кучу. А вот эта сторона еще не вычищена, вот, пожалуйста, сравните. Сейчас опять надо выскребать. Ну, все, все, этот обломался. Я не знал, что он, ну, видите, на таких он. Так я его выкручу, я думал, я думал, наварю на него потом кусочек болтика резьбы, и будет на гаечке прикручиваться. Я его выкручу потом. Так что все нормально, все чин-чинарем. Блин, этот зараза капает и капает. Ну, я вчера вечером сделал, написал в интрак, в интрац. Фотографии им отправил, может быть. Я думаю, что эту пластину можно и самому сделать. Но шеф сказал, давай попробуем сначала разузнать про оригинал. Ой, все, пока. Вот что я хочу, маленькую, такой совет, что ли, дать. В общем, съездили мы вчера в Хансафлекс, взяли 5 литров 80 В90, трансмиссионное масло, разливное, я подчеркиваю, разливное. Взяли большую ВДшку с пипкой с этой и взяли Брэмзен Клинер. На ацетоне, что ли, он, или на спирту на каком-то. Все, больше мы ничего не брали. Мы заплатили 37 евро. 37 евро с копейками, вот за эту херню. Разливное масло и два этих баллона. Потом я уже... А еще хотел взять шеф-герметик типа клея. Я его отбил, и я его спровоцировал съездить в депо. Значит, эта фигня в Хансафлексе, 12 евро с копейками, в депо около 4 этих евриков. Это тоже было гораздо дешевле. герметик. Герметик. Маленький-маленький тюбичек. Хансафлексе тоже около 12 евро. Этот купили за 3 с копейками. И емкость больше гораздо. Так что, ребята, думайте, нужен ли нам этот Хансафлекс. Герметик. 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 Ну вот и все. Теперь из двух сторон все в порядке. Там только дерьмо еще. Вот это вот вместо трубы шланг поставили для дополнительного навесного оборудования. Гидромолот, гидроножницы. Здесь шланг. А с этой стороны труба вот как была, так и осталась. Видишь, в оригинале в эскалаторе не было под... У них в оригинале педаль стоит, в шланге подключили. А, просто как опция. Мы шланг подключили. Так это под кабиной. Пускай вот этот крыльплядный рожан. Не нужно, что он новее, чем все. Наверное... Не, ну, немножко... Тут, да, немножко ржавее. Ох, черт побери, неудобняк-то какой. Я не знаю, может, это зря я тут снимаю. Ну, мало ли, может быть, кому-то пригодится. Эти шланги очень красиво выглядят. Как новенькие все. Продолжение следует...